С улицы за стол переговоров. Городские власти провели встречу с инициативной группой жителей домов 4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, которые обеспокоены строительством детского сада в своем дворе. Горожане волнуются за того, что не смогут сохранить придомовую территорию, зону отдыха, игровые площадки и парковочные места, которых и так не очень много. А еще одно здание сделает двор теснее. Кроме того, жители переживают, что вместо детского сада может вырасти многоэтажка. Мы друг друга услышали, осталось нам, мы же не просто говорили, вопросы задавали, осталось и вашей стороне, и нашей стороне ответить на эти вопросы. То есть мы надеемся, что все вопросы, которые вы сегодня записали на видео, озвученные нами вслух, вы их, а можем в письменной форме подать вам, вы на них ответите. Руководитель департамента градостроительства заверил жителей, что никакой многоэтажки вместо детского сада точно не будет. Деньги на строительство дошкольного учреждения уже выделены из федерального бюджета. Его будут возводить в рамках национального проекта «Демография». Учреждение будет рассчитано на 132 места, треть из которых ясельные. А что касается дворовой территории, то жители смогут ее не только сохранить, но и привести в порядок благодаря участию в федеральных и региональных программах. К тому же специалисты помогут им разработать проект и наполнить двор тем, что пожелают жители. У нас при строительстве всех детских садов в Самаре на территориях существующей застройки, на территориях новоквартирных домов сопровождаются таким благоустройством вокруг нового строящегося садика. Яркий пример, там детский садик на улице Ташкентская во дворе, дома номер 116, где совместно со строительством нового детского сада параллельно осуществлялись мероприятия по программе «Комфортная городская среда», комплексное благоустройство двора. Следующая встреча с инициативной группой, где будут дорабатывать проект благоустройства территории, состоится в начале ближайшей недели. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События.